приветствую вас друзья на 10 уроке по mql 5 и сегодня мы поговорим о перечислениях их еще называют именованными перечислениями потому что создавая перечисление каждому его значению мы присваиваем уникальное имя и впоследствии можем обращаться к этому значению по имени они при помощи числовой константы давайте мы создадим новый скрипт и тут заодно я покажу небольшой лайфхак ну допустим вот как-нибудь так назовем дело в том что изначально при создании скрипта у нас не прописываются свойства property script show inputs этот property нужен для того чтобы ну собственно показывать входящие параметры скрипта и если скрипт show inputs не указан параметры тоже выводиться собственно не будут так сейчас я этот скрипт удалю и создам его заново создать скрипт и добавим какой-нибудь input пусть будет интеджер жмем готово и как мы видим property script show inputs у нас прописан единственное я бы еще добавил бы strict это строгая проверка но этот путь мы уберем он нам не нужен я просто хотел продемонстрировать вот эту небольшую фишку так теперь давайте создадим внутри функции он старт перечисления выглядит перечисление вот таким вот образом как вы помните объявляется она при помощи ключевого слова и ну дальше идет название перечисления сам и ну и фигурных скобках уже мы указываем те значения которые нам понадобятся причем указываем мы именно имена они сами числовые значения возьмем для примера некие абстрактные таймфрейма tf m1 m5 1h и 4 часа теперь давайте сразу вам покажу как обращаться к членам перечисления и заодно посмотрим что скрывается за именами в этом перечисление как всегда делать мы это будем при помощи функции print и вот конкретному члену перечисления обращение осуществляется по имени перечисления и в круглых скобках имя самого значения давайте посмотрим что у нас выведет print запустим наш новый скрипт и увидим числа от нуля до трех как видите функция print вернула нам не имена а именно конкретные числовые значения 0 1 2 и 3 каждое новое значение на единицу больше предыдущего и отчет как вы понимаете начинается с нуля дело в том что мы не указали значение в перечисление нашим явно и поэтому первому имени по аналогии с массивами присваивается 0 следующему единица следующем двойка ну и так далее но при этом мы можем эти самые значения присвоить самостоятельно делается точно так же как с переменными с помощью оператора присвоения то есть вот таким вот образом давайте скомпилируем и посмотрим что у нас получилось так старое значение мы очистим и как вы видите у нас теперь значение идут с единички при этом обратите внимание что снова у нас увеличение каждого следующего значения на единицу перед пересчитаны при этом с учетом того что первое значение уже равно единички также не обязательно явно присваивать именно первое значение перечисление в этом случае все значения которые идут после явно присвоенного пересчитываются в соответствии с вот этим самым правилом увеличения на единичку ну допустим давайте мы сделаем вот так единица здесь у нас пусть будет минус 3 скопилируем и посмотрим что у нас выведет наш принт для начала очистим и мы видим что действительно соединиться у нас началось затем у нас идет явно заданное значение минус 3 а все последующие значения также увеличиваются на единицу то есть первые два значения которые приз были присвоены явно сохранились а последующие которые не без явного присвоенного значения увеличились на единичку также можно и не присваивать первое значение например давайте давайте мы это проверим то есть мы присвоим только третье и можно убедиться что первое значение которое не было присвоено у нас нолик затем от минус троечки вас все последующие значения увеличиваются на единицу первое значение перечисление всегда ноль если явно не указано другое все последующие значения не присвоенные явно становятся на единицу больше предыдущего но если появляется явно присвоенное значение то последующие неявные будут подчиняться правилу увеличения на единицу относительно явно присвоенного значения раз можно не сдавать явно ни одного значения значит можно явно задать все значения давайте так собственно и поступим и здесь вот у нас уже для tfm1 у нас 1 минута для m5 5 минут для h1 60 минут для 4 часа 240 давайте проверим что нам покажут наши принты и как мы видим да действительно все наши значения присвоились значение из перечислений можно использовать на самом деле в других операциях давайте например создадим какую-нибудь переменную типа а и сложим значение h1 которое равно 60 и m1 которое равно единички и выведем опять же все это дело в print посмотрим что у нас получилось как видим у нас получилось число 61 члену перечисления результат какой-либо операции или значение переменной присвоить при этом нельзя как вот мы задали значение при объявлении перечисления в самом начале так она и останется до конца выполнения программы то есть вот такая вот запись выведет нам ошибку еще при компиляции ну и что касается практического использования например можно создать перечисления в блоке входных данных и использовать это перечисление для того чтобы облегчить понимание этих самых водных данных то есть допустим мы в данном случае можем не вводить определенные числа для таймфрейма а взять и создать своего перечисления при этом переменный таймфрейм у нас имеет тип нашего перечисления сам и ну и таким образом мы можем выбирать например нужный нам таймфрейм в основном перечисления используют не в математических операциях а в логике например если значение переменной соответствует допустим второму значению в перечислении то наш советник примеру будет только продавать а если первому то только покупать если ни одному из значений то ничего значит не делать и тут тип данных и ну отлично сочетается с логическим оператором switch с которым мы знакомились в четвертом уроке по mql 5 там где мы разбирали различные операторы на самом деле вот просто синхронизируем количество значений и перечислений и кейсов switch и в зависимости от выбранного значения из перечисления соответствующем кейсе выставляем значение переменных флагов уже в зависимости от значения этих флагов прописывается нужная логика ну давайте приведем простейший какой-то пример здесь у нас мы создали перечисления трейденум где бай имя бай равно значению 0 сэлла равно единице олл равно 2 и у нас есть переменные в пути trade direction то есть направление торговли затем в функцию он старт мы применяем оператор switch и уже в зависимости вот значение trade direction мы либо только покупаем либо только продаем либо и покупаем и продаем давайте окружим это все паринтами скомпилируем и поиграемся этим скриптом терминале как мы видим у нас есть теперь trade direction buy sell или all выберем buy соответственно скрипт нам выдаст что только чем только покупки а это был buy sell только продажи либо all покупки и продажи достаточно гибкое и удобное использование с оператором switch то есть ну естественно здесь вместо принтов будет какая-то логика на открытие позиции в покупку и так далее но вообще в принципе пользовать пользовательские именно перечисления не так же часто используются в mql 5 программах зато в языке есть масса заранее созданных разработчиками перечислений и вот без них ни одна программа не обходится смысла перечислять их тут в рамках данного урока нету ознакомиться с ними можно вот по этой ссылочке документация mql 5 константы пожалуй на этом на сегодня все с вами был дмитрий всем пока видео записано специально для сайта трейдлайк и про .ру